всем привет дорогие друзья с вами Леон и это очередной выпуск игровой кухни сегодня я снимаю один потому что Кати нет она работает и я делаю для нее сюрприз и в принципе можно сказать и подарок на 8 марта и в связи с этим праздником мы как раз будем сегодня готовить для милых дам вкусную вкусняшку да это тавтология но сегодня будем делать профитроли такие заварные пирожные с кремом сегодня как мы будем делать само основание то есть саму вот эту пирожную так и сам крем крем мы будем делать двух видов и что ж поехали сразу скажу что делаю это в первый раз и иду посмотрим что у нас получится в общем поехали итак дорогие друзья для приготовления профитролей нам понадобятся следующие ингредиенты и так нам понадобится где-то 250 грамм обычной воды я знаю что стакан весит 250 грамм поэтому ну просто стакан воды то есть обычная вода понадобится на примерно 150 130 граммов муки опять-таки берем точно такой же стакан как и с водой и получаем нужное количество но если у вас есть весы то проще взвешивать на весах также для приготовления самих профитролей нам понадобится 100 граммов масла так как баночка весит 150 грамм то в принципе тут как раз 100 граммов масло это для приготовления непосредственно самого теста для профитролей а именно оболочки также нам понадобится 250 граммов для приготовления крема для профитролей также понадобится 4 обычных яйца куриных половина банки сгущенки джем малиновый так как мы будем делать двух видов профитролей бумага для запекания принципе продается в любом магазине вот такая штука или же если у вас есть блендер то блендер и кондитерский шприц так он выглядит но принципе если у вас есть обычный целлофановый пакетик то можно и через него но до этого мы еще дойдем кстати дорогие друзья у нашего модератора сегодня день рождения именно у Владислава поэтому Владислав всего самого тебя наилучшего не болей ну и самое главное конечно же здоровье ну а все остальное приложите ну что ж дорогие друзья начинаем пожалуй наше приготовление мне не очень удобно одной рукой управлять этой камерой но в целом в принципе разберемся сперва мы что делаем сперва во первых берем какую-нибудь сковородку и ставим ее на медленный огонь выливая туда один стакан воды ну что ж попробуем и так дорогие друзья берем не сковородку я не знаю как это называется но в общем обыкновенную кастрюлю и включая на медленный огонь ну то есть такой небольшой оконечек стакан воды который мы подготовили и выливаем собственно сковородку далее мы берем 100 грамм масла и шлепаем также в сковородку блин брызнула немножко но надеюсь меня как нет ведь это все-таки сюрприз в целом дорогие друзья нам нужно чтобы вода закипела вместе с маслом и масло расплавилось после чего мы должны будем взять после чего мы должны будем взять деревянную лопаточку но у меня ее нет поэтому я нашел кучу палочек от доставки суши и я в принципе сейчас скотчем их намотаю так что у меня получится одна такая большая палочка да где нашли пропадали но целом не суть ждем пока масло с водой закипит ну и дальше в принципе посмотрим что будем делать сейчас соседи на меня смотрят как на идиоты ну ничего ничего вдвоем это наверное выглядело менее странно да когда вы снимали вдвоем скотину не страшно как видите уже масло начинает закипать как видите у нас масло уже вода кипит с маслом поэтому мы берем наши палочки кучу палочек и начинаем размешивать это все дело чтобы масло подтаял не знаю почему именно деревянные палочки вероятно тут какая-то я не знаю вера всевышнего и прочее заложено почему нельзя взять допустим пластиковую тужу те же те же ну в общем пластик я не знаю масло у нас все есть то есть масло потихонечку делается так черту эту идею с палочками проще я возьму какую-нибудь пластиковую лопатку тадам и в принципе масло у нас уже растворилась и дальше мы с вами убавляем газ на очень медленный огонь все это делаем и кладем туда нашу муку весь стакан и теперь перемешиваем перемешиваем тесто должно быстро схватиться и образовать такой один кулек кулек поэтому перемешиваем быстренько должна быть такая однородная масса чтобы у нас в общем-то не прилипла к стенкам сковороды кастрюли все это как видите тесто очень быстро схватилась сейчас похоже на первых у какую-то картофель но это не суть главное быстренько перемешать быстренько перемешать быстренько перемешать чтобы все у нас получилось выключаем газ и в целом дорогие друзья наше начало тесто для профит ролей подготовлено я не знаю я думаю что у меня может быть чуть-чуть получилось но я чуть просыпал муку и я сейчас ликвидирую в целом ждем наверное минуты 3 пока у нас остынет собственно вот эта штука и дальше уже перейдем к следующему этапу так продолжаем делать сюрприз теперь нам нужен миксер или блендер но собственно чуть-чуть у нас остыла уже вот это тесто и дальше будем пользоваться вот этой штукой которая и будут сбивать наше приготовленное тесто вот оно с яйцами для чего это делается делается это для того чтобы наше тесто поднялось и профит ролики обрели свой вид как они бывают в магазинах как они продаются в обычном товарном видит что же давайте это тесто взбивать вместе с яйцами запомните что нужно брать максимум одно яйцо то есть одно яйцо взяли разбили блендером также джек 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 дата родной массой и потом целом следующее яйцо и так четыре яйца подряд ну что ж поехали так поехали я беру собственно мне нужно взять нож и одно яйцо одно яйцо принципе берем абсолютно любой яйцо так как нам разницы нет и разбиваем его блин уже не удача сейчас секундочку нет это яйцо лучше не брать потому что я уже профилю мальца попытка 2 у меня еще есть целая грохотка и счет удачно бульк все но теперь берем собственно сам блендер и вот это все дело которое у нас есть пытаемся сбивать как умеем мамка сестра в общем кто будет это потом после вас убирать а и и и и и и Продолжение следует... 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 И запомните, никогда-никогда не открывайте духовку до полного приготовления профит ролик. Потому что они потеряют форму. И оставляем их на... 20 минут. То есть оставляем наши профит ролики на 20 минут. И, в принципе, ждем. Мы засекли с вами 20-25 минут. Ну, давайте 25 засекем. И после этого мы их заберем из духовки. Ну, а пока чем-нибудь займемся. Например, приготовлением крема. Для профит ролик. Итак, дорогие друзья. Для приготовления, в принципе, наполнителя для наших профит ролей нам понадобится, как я уже сказал, 200 грамм масла. И обычная банка сгущенки. Мы, собственно, берем масло. Кладем его в мисочку. И в дальнейшем нам нужно открыть, кстати, сгущенку. И в эту всю массу добавляем пол баночки сгущенки. В принципе, вот как раз пол банки я и убрал. Теперь, собственно, берем опять ту штуку. Кстати, очень тяжело моется. И взбиваем до однородной массы. Взбивать будем, наверное... Не знаю, может быть опять взбивать... Хотя давайте опять будем взбивать блендером. Что мы блендером не собьем? Главное, чтобы это все у нас не расклисталось по всей кухне. Но мы будем стараться сделать так. Даже скорость поменьше сделаем. И, в принципе, поехала. Пошел процесс. Главное, держите перпендикулярно столу блендер. Потому что иначе он будет разбрызгиваться по всей комнате. Уже проверено личным опытом. А так он хоть и разбрызгивается, но разбрызгивается в самой мисочке. Поэтому делаем вот так. Кстати, я заглядывал в духовочку. Наши профитрольки почти уже готовы. О, боже! Я не могу остановить ее. Вообще трэш. Сейчас покажу, как это выглядит. С видом от первого лица. Итак, вот наши профитрольки. Конечно, их не видно, потому что отсвечивает. Но поднимать я их не буду. Пока. Пока они у нас не приготовились. Вот крем, который мы приготовили. В целом, ну, в целом нормальный крем. И в целом будем дожидаться приготовления профитролей. Осталось совсем немножко. Сейчас скажу, сколько. Осталось где-то 10 минут для их окончательного приготовления. И дальше их можно будет доставать и уже, ну, пичкать нашим кремом. Ну, пусть, конечно, они остынут. Но подождем. Собственно, теперь я вам покажу, как, не используя шприц, можно выдавливать крем, выдавливать те же самые профитроли при помощи пакетика. Пакетик можно взять из пятерочки, либо продаются, ну, обычные наборы пакетиков. Ну, это у кого есть, у кого нет. В общем-то, вот обычный пакетик. И наш крем. Как бы теперь надо вот этот крем туда положить. Ну, это, наверное, поможет в этом ложечка обычная. И немножко хитрости. И, в целом, вот тут в конце мы прорежем с вами дырочку. Небольшую дырочку. И потом просто будем выдавливать этот крем в наши самые профитроли. Ну, а пока мы их подождем. Итак, дорогие друзья, наши профитроли готовы. Ту-ду-ду-ду-ду. Ту-ду-ду-ду. Ту-ду. Ту-ду-ду-ду. Ту-ду-ду-ду. Ту-ду-ду. Итак, лишь одна вот у нас подгорела чуть-чуть. Но они получились огромные. И самое уродливое, как я предполагал, получилось очень вкусное. Что ж, давайте их вытряхнем куда-нибудь. Так, а сейчас, дорогие друзья, мы займемся самым интересным. Мы будем пытаться наши профитроли. Вот они. Наполнять кремом. Ну, что ж, давайте попробуем. Для этого мы возьмем нож. Нож! И проткнем в профитролине дырочку. Вот они вот протыкаются спокойно. Не знаю, видно вам или нет. И первую профитролину я попробую сделать с джемом. Наполнить ее джемом. С джемом проще, потому что у него сразу головочка есть. Ну вот, профитролинка джемом готова. И давайте теперь попробуем сделать с тем нашим кремом, для которого мы сделали даже мешочек. Вот, берем одну и прорезаем в ней дырочку. Даже сделаем сразу в нескольких дырочку, чтобы нам сразу брать и оптом вот так вот сделать их. Не отвлекаться, так сказать. Нажмем три, четыре. Вот, и берем, собственно, сам крем. И ножницы, которыми мы сейчас отрежем носик. И будем при помощи вот этого устройства, для пыток, заливать крем в профитролинку. Ну, как видите, крем у нас удалось залить. Понятное дело, что нужно подготовить. Ну, грубо говоря, дырки лучше нарезать сразу, потому что иначе вам придется постоянно отвлекаться. То есть, ну, и руки пачкать и так далее. А так сразу взяли и нарезали в профитролинках дырки и, в принципе, шингуем их кремом. Итак, дорогие друзья, вот такие у нас получились профитролинки. Сколько их штук? Получается 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И еще 6, ну, где-то порядком 17 штук у нас получилось. Но они огромные. Я сделал их большими. И в целом, ну, я думаю, что это будет отличный подарок для вашей второй половинки. Поэтому ставьте лайк под видео. И я сейчас попробую какую-нибудь одну. Одну попробую. Профитролинку. Вот так она выглядит. Она, блин, получилась, слушайте. Прямо как в магазинах продается. Я попробую одну. Охренеть. Я это сделал сам. Черт возьми. Я сделал профитролик. Прямо как в магазинах. Реально. Ничем не отличается. Все по рецепту. Все, как вам сказал. Только, например, вы можете не смазывать бумагу маслом. Ну, то есть, это можно не делать. А можно и делать. Ну, и это по желанию, можно так сказать. Лишь вот такое небольшое замечание. Еще один момент. Когда вы будете, допустим, в целлофановый пакетик набирать масло. Ну, вот это наш составляющий профитроли. То делайте небольшую дырочку, чтобы, ну, грубо говоря, было удобнее выдавливать крем. Ну, что ж, на этом все. Вот такой вот у нас получился подарок на 8 марта Кате, моей маме. Там, может быть, жене брата, если она удастся с ней увидеться. И она попробует. Ну, это, можно сказать, мой подарок. Ну, то есть, не сказал бы, что это мой основной подарок. Поэтому, так как Катя и до этого получала, как бы, в расчет, за счет 8 марта много всего. Но это, можно сказать, будет приятное лагомство для нее после того, как она придет сегодня с работы. Ну, а вам, блин, желаю удачи приготовить это. Потому что готовить реально просто. Есть, конечно, небольшая возня с тем, что нам придется марать руки и так далее. Ну, это все мелочь, на мой взгляд. А вот, что еще, что еще могу вам сказать. Ну, блин, поздравляйте ваших дам, мам, бабушек, тетей, сестер и так далее с 8 марта. Готовьте своими руками. А мы, в принципе, заканчиваем на этом игровую кухню. Я вивел один. И при этом, что я готовил первый раз, мне было еще сложнее. Потому что я еще снимал, черт возьми. А это непросто, так сказать. Поэтому, дорогие друзья, вот такие вот дела. Я буду кухню сейчас очищать от принесенных мной детствий в качестве приготовленных профитролей и ужасного блендера, который просто машина-убийца. Не знаю, как женщины отправляются с ним. Ну, и в целом, все. Всем спасибо. Я надеюсь, вам понравился выпуск игровой кухни. Поэтому ставьте ваши лайки и пишите в комментариях, что нам приготовить в следующий раз. В следующий раз, надеюсь, Катя уже будет вместе с нами участвовать. Ну, всем спасибо. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok